Итак, уравнение движения. Первый раздел, который мы изучаем, это кинематика. Кинематика это наука о движении. Мы его трогали уже в 7 и частично в 8 классе и повторяли даже в начале 9. Основная цель кинематики это узнать, где будет находиться тело через какое-то время. То есть определить его координаты. Координаты я рассказывать не буду. Я надеюсь, что вы уже их проходили по математике. Это точно так. И мы разбирали их частично в 7 классе. Какие цели именно этого 5-минутного видео? Вы должны научиться составлять уравнение движения равномерного. Научиться анализировать уравнение движения. Сейчас я объясню, что это такое. Научиться определять скорость, начальную координату по графику равномерного движения. Итак, у нас есть некая машинка. Движется со скоростью 10 метров в секунду. И скажем, она сейчас находится в 10 метрах от остановки. Или от того места, которое я обозначил за начало координат. Она движется вправо. Я провел ось. То есть она у меня движется по оси. Я хочу узнать, где она будет находиться через, например, секунду. Вообще говоря, даже без каких-то сложных умозаключений, можно прикинуть, что раз ее скорость 10 метров в секунду, значит за секунду она пройдет 10 метров. И значит она будет находиться вот здесь. Где-то тут. Можно с помощью формулы S равно V умножить на T посчитать путь, прибавить 10 метрам путь и посчитать итоговую. Где она окажется? Получится примерно то же самое. Лучше примерно то же самое. Тем не менее, физики используют другую схему работы, другой способ, другой инструмент. Для того, чтобы определить координату машины в определенный момент времени. Они используют уравнение движения. Уравнение движения это уравнение, которое показывает положение тела, то есть координату тела в каждый момент времени. Вот мы сейчас рассмотрим такое уравнение движения для равномерного движения. В общем виде оно выглядит вот так. x равно x нулевое плюс VT. Мы рассмотрим два важных аспекта. Это знак. Вот здесь стоит как бы плюс по большому счету перед x. Здесь стоит тоже плюс. Может ли стоять минус? Вообще говоря может конечно. И мы рассмотрим примеры. Итак, что означает x нулевое? x нулевое это начальная координата. То есть в тот момент, когда машинка начинает движение, или в тот момент, когда я начинаю отсчет, нажимаю скажем на часах кнопку и начинает идти секунды, машина находится в точке с координатой 10 метров. Поэтому здесь стоит цифра 10. Начальная координата 10. Теперь вторая величина это V, это скорость машины. Так как скорость машины не меняется, то можно писать нулевое снизу, можно не писать. Это не столь существенно. Важно, что вторая величина здесь это скорость 10. Почему? Потому что в моем случае машинка движется со скоростью 10 метров в секунду. Итак, у меня получается уравнение движения для машинки 10 плюс 10t. Где? Повторюсь. Первая десятка это начальная координата, вторая десятка это скорость. Что означают знаки? Здесь он опущен, но на самом деле стоит плюс. Первый знак плюс означает, что начальная координата положительна, то есть равна плюс 10 метров. Но это видно здесь 0 метров, соответственно плюс 10. Второй плюс означает, что скорость со-направлена с осью, то есть куда ось направлена, она направлена вправо, туда направлена и скорость. Предположим, машина находится вот в этой точке. И предположим, она едет в другую сторону. Сейчас мы это стараемся изобразить. То есть у нее скорость направлена в другую сторону. И предположим, эта скорость равна, я не знаю, 2 метра в секунду. Машинку тоже перевернем, чтобы у нас все было разумно. Тогда я смотрю, координата минус 10, начальная скорость 2. Корната минус 10, начальная скорость 2, но направлена против оси. Поэтому я ставлю минус 2t. Вот у меня уравнение движения. Продолжаем. Как работать с уравнением движения? Например, если я хочу узнать, где будет находиться машинка через секунду, я должен вместо t поставить единицу. У меня получается минус 10 минус 2 умножить на 1, то есть минус 12. И я сразу понимаю, что машинка будет находиться где-то в точке с координатой минус 12. Здесь она не отмечена. Другими словами, уравнение движения позволяет мне предсказать координату в любой момент времени. Какой бы момент времени я не поставил, то есть t 1 секунда, 2, 5, 10. В любой момент времени я могу умножить это на скорость, прибавить левую часть координатой и посчитать итоговую координату. С уравнением движения можно работать и наоборот. Например, если мне известна координата, например, минус 40. Мне интересно, когда же тело пройдет через координату минус 40. Или когда он будет находиться в точке с координатой минус 40. То я могу, решив это уравнение, найти это время. У меня получится, соответственно, минус 30. Получается, что t равно 15. То есть, через 15 секунд тело окажется в координате минус 40. Теперь, как выглядят графики таких движений? Графики равномерного движения. Итак, сейчас посмотрим. Вот график координаты. Мы его разбирали в любом классе. Координата растет. Ну и, соответственно, если вы найдете, скажем, какую-то координату, скажем, через секунду, она будет равна 20. Вычтите координату изначальную 10, разделите на время. У вас получится как раз скорость 10 метров в секунду. Вот. И график скорости. График скорости. Выднем пожирнее. Это линия горизонтальная, потому как скорость не меняется. Вот. Пройдемся еще разок. Научиться составлять уравнение движения. Мы рассмотрели, как составляются уравнения движения. Начальная координата, скорость, знаки. Очень важно. Теперь научиться анализировать уравнение движения. Опять же, смотрите, смотрим на уравнение движения. И мы сразу... Давайте заменим какие-нибудь цифры. Любые другие. Просто изучая уравнение движения, я сразу понимаю, что начальная координата равна 30, а скорость равна минус 6. То есть я могу анализировать уравнение движения. И научиться определять скорость, начальную координату по графику равномерного движения. Итак, если у нас есть график координата от времени, то если время равно нулю, то вот это начальная координата. Ну, а скорость, я уже показал, надо считать как разницу между какой-то другой координатой, начальной координатой, поделенной на время, за которое это произошло. График скорости от времени – это прямая линия, горизонтальная.